Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Эти слова ровно 75 лет назад услышали миллионы советских людей. Сразу стало понятно, кроме победы другого пути нет. Гумеру Кадыровичу Сагирову тогда было 12. Трое его старших братьев ушли на фронт добровольцами. Сам он без устали трудился в колхозе. Вспоминает, пахали, сеяли, собирали урожай, работали ради тех, кто на передовой стоял насмерть. Народ был как единый. Единый народ работали. Помогали, как говорится, воевать. Люди трудились везде, где бы ни было. И заводы, и фабрики, колхозы, и совхозы и так далее. Это очень был такой, как родные все были. Мечты Гитлера о молниеносной войне разбились о мужестве и стойкость советских солдат. План Барбаросса с грохотом провалился, принеся Германии не блистательную победу, а полный разгром. Захватить страну не удалось, в том заслуга и куйбышевцев. Более полумиллиона наших земляков защищали родину с оружием в руках. Каждый второй не вернулся домой. Почтить память воинов-освободителей на площадь славы пришли сотни человек. Несмотря на жару, ветераны надели форму и ордена. Звуки государственного гимна слушают стоя. Победа в Великой Отечественной войне и сегодня остается для нас главной ценностью. Это источник нашей национальной гордости, духовный стержень нашего народа. Наш долг – крепить обороноспособность страны, помнить о павших и проявлять неустанную заботу о ныне живущих ветеранах. На примере защитников Отечества того времени воспитывается молодое поколение. Моя армейская служба, участие в военных конфликтах показало, что наши мальчишки сегодня ничем не хуже, чем те, которые были в 41-м году и в 45-м. Они также готовы сражаться за Родину, терпеть невзгоды, воевать, закрывать грудью своих командиров и защищать свою Родину. Завершился торжественный митинг возложением цветов к Вечному огню. Дань памяти победителям отдали губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андреянова. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События.